Мы пишем, что вес равен mg, а также мы пишем, что сила сегатиня равна g на m1, m2 на r квадрате. Вот это g и g это совершенно разные величины, да? А в чем разница? Ну, в первом g это ускорение свободного падения, именно ускорение свободного падения именно в этой местности, скажем так, на земле, на луне они разные. А в вашей g это сила сегатиня между двумя предметами, это общая, это константа, у меня, наверное, 6,67 на 10 плюс в луне. Очень важно, чего? Но вот это g это константа? Нет, она везде разная может быть. Она константа, да, определенная. Да, константа, да, определенная местность. А вот это же... Константа. А какая это? Состоянная. Пенёжка. 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 300 тысяч километров в час, ну то есть треть миллиона километров, а тут он не за один год, а за 100 тысяч лет проходит, то есть это, в каком смысле, для нормального человека это бесконечно большинство, да, то есть то, что мы видим, это то, что эти двойные звезды, то, что было с ними 100 тысяч лет назад. Еще до существования человечества, и это очень сложный вопрос, то есть то, что мы видим, оно уже на самом деле не такое, да, вот это очень странная вещь в астрофизике, значит, кто знает, на каком состоянии находится ближайшая к нам звезда, и что это звезда, да, да, нет, ну то есть оно само собой, да, но и наше звезда. Две звезды, фактически одинаково почти близко находятся, альфа-центабра и проксима-центабра, и созвездия-центабра, да, всего два звезда в годах. То есть то, что мы видим, это было два года назад, понятно, да, это самые ближайшие звезды, да, а все остальные звезды, которые мы видим, это они к чему, то есть к тупому звезду. Все, что мы с вами видим, по крайней мере, в обычной телескопе, это все наша галактика, то есть мы лечим тут такой диск гигантский, то есть диск из звезд, и некоторые звезды в этом диске стоят от нас на сто тысяч лет. То есть чем дальше звезды, тем, как бы, мы видим картину размазанную во времени, то, что мы видим вблизи два световых звезды. То есть к тому времени, когда свет от Нилля ходит до нас? Да, проходит сто тысяч лет. То есть мы даже не знаем, что существуют они сейчас. То есть пока мы видим, что они вроде как существуют. То есть через сто тысяч лет мы только увидим, что существует сейчас, а через сто тысяч лет никто не знает, что будет, будем ли мы жить на Земле, или мы можем переселиться на какую-то другую планету, где мы все живем вообще. На Солнце. Скольки уже. Понятно, да? Так вот мы сейчас начинаем изучать тоже очень важную тему, тема тоже важна, так сказать, знаете, для общей культуры. Очень часто в разговорах вы столкнетесь с тем, что многие из взрослых, которые не понимают этого вопроса. Значит, сначала все, казалось бы, очень просто. Тема вес, тело, которое вы проходили в седьмом классе, если помните. Значит, кто помнит, что такое, вот я беру подставку и на него ставлю какую-то там, уголь, тело. Кто помнит, что такое вес тела? По-моему, вес тела — это сила, с которой тело в результате протяжения Земли действует на крови и подвес. То как по отношению к учебнику, но вы это же, может быть, я в седьмом классе не рассказал, нужно всегда же уточнить. А если я возьму такую опору и на ней тело поставлю, ну, наклонную толстку стою. Вертикальная опора должна быть. 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 Так натягивает. Понятно, да? То есть на вертикальной. Это, ну, как бы, вот физика требует точности, поэтому вертикальная. Подвес или горизонтальная опора. Ну, это, так сказать, вроде бы совершенно банальная вещь, всем понятно, да? Значит, в силу чего тело оказывает, вызывает силу, называемую весу. Какая это по природе сила? Что? Вот сила тяжести — это по природе гравитационная. Сила, вызванная протяжением к Земле. А вес — это какая сила? Кто ответит правильно, Петер? По природе какая это сила? Физическая. Большой, а все силы, которые изучают, она физическая. 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 А с полярами? По природе, смотри, чем она вызвала? Маска. Сила тяжести. Да, даст и вызвану силу тяжести. Грубости. Что? Грубости. Они, наверное... Чем? Ну, давайте, смотри, смотри. Поразь, скажите. Поразь, смотри. Это Лиза, да? Да. Поразь. Лиза. Понимаешь, что ты темный, старайся? Почему? Так, значит, вот смотрите. Если мы кладем тело, дайте я возьму не такое тело, а шай, будет более наглядно. Если я кладу шай на этот напор, то если вглядеться там, иногда в микроскоп, иногда там будет заметно, то происходит вот это. А он поминает напор? Да, он обязательно поминает опору. Не существует никаких опортов, чугунных, алмазных, в которых хотя бы малейшей деформации не возникло. Для этого должно быть тело с коэффициентом у друга с товарной бесконечности, если помнить закон. Если на тело действует силы, то обязательно возникает деформация. Сколько угодно малая может быть, там микроны, она возникает. То есть на алмаз положить, там будет микроны, значит оно будет деформация. То есть шарик из фараона? Нет, и шарик поминается, да? Потому что на него действуют опоры. Поэтому вес, который мы можем обозначить вот так, да? То есть как бы он приложен сюда, на самом деле он приложен во всех этих точках. Но результирующим можно рисовать в виде одной силы, приложеного где-то в центре опоры, да? Понятно это, что вес действует на все точки опоры, но мы заменяем силы результирующие. У вас такое дурацкое название есть, равно действующее. Во физике вообще-то это будет результирующим, да? И это сила упругости. По природе собой это сила, вызванная упругостью тела. А сила тяжести, приложенная к центру тяжести, я чуть смещу в сторону, чтобы они не совпали. Это вес такой обозначен. Это сила по природе другая, вызван тяготеньем. Понятно, да? Вес может быть не вызван тяготеньем, не тяготеньем может быть. Кто-нибудь сможет вести случай, когда вес не вызван тяготеньем? Вес может еще одна пятерка, а два агентинга. Ну, шпагал. 21 век. В невесомости веса нет? В невесомости веса нет. А когда вес вызвал несилы тяготеньем? А мы там тяготеньем. Хороший предмет, но... Это пример, скажем, да, есть, как это называется? Зеленая зона, тебе кажется, да? Там, где... Суберная миша. Миш, да, где могли бы и полкнуть, да? И там даже если бы была невесомость, то мы со мной не летали. Полкнуть. Почти пятерка. Но только в центрифуге действует и вес, и вот некая дополнительная сила. Значит, центрифуга в невесомости веса нет? А что такое центрифуга в невесомости веса нет? Что? Нет, это правильно. Так нет. Сейчас это практически не заменяется, но будет дольше меня переменяться. Значит, невесомость человеку очень сложно переживать. Сама? Понятно, что сложно переживать? Да, я вот. Спасибо.